Всем привет, с вами Игорь. Сегодня мы сделаем обзор вот такого нового насоса Ветрон. И сравним его с моим старым насосом Тайфу. Это одинаковые насосы, они по виду одинаковые и примерно одинаковые, почти одинаковые по характеристиках. И что самое интересное, я расскажу почему этот насос, этот тип насоса, если правильнее так сказать, точнее сказать, будет работать и качать воду даже с дырявым поврежденным стертым сальником. Но обо всем по порядку. Итак, теперь мы посмотрим характеристики вот этого нового насоса. Так, Ветрон GSV10M, ну здесь тоже, тут TGSV10M, буковка Т еще, может это Тайфу, не знаю. Вот, что у нас тут, номер серийный, это стандарты всякие, максимум 80 литров в минуту. Кстати, насосы, они бывают даже при видимости вот такой вот одинаковые, снаружи все это одинаковая, рабочая часть, насосная часть, двигатель, то бывают насосы с большим объемом подачи и меньшим давлением. Вот это давление после насоса, столб воды вверх, который он может выдать. А есть насосы, у которых давление больше, а объем подачи меньше. Поэтому, если вы берете, например, на полив насос, смотрите, вот здесь вот должно быть побольше. Ну, вот такие же самые насосы, где я брал в линейке модельном, модельном ряде, то были вот здесь вот 80 литров в минуту, а были что-то там около 60 или 50, уже точно не помню. Но зато вот здесь вот было не 40 метров давления вверх, а 50 или даже 55. Вот. Ну, мне для полива надо больше и объем подачи. Вот на это надо обратить внимание. Давление для полива не нужно. Оно нужно на объем. Дальше. Температура воды максимальная, ну, перекачиваемый. Обороты мотора 2900, напряжение VL450 Вольт, не знаю, что это такое, 50 Герц. 0,75 кВт, одна лошадка ХП, ток 2,6 А. Вот это обратите внимание, потому что там почему-то не такой. IP44 это класс изоляции, насколько я знаю. 8 метров максимальная глубина всоса. И КЛФ. Вот это вот я тоже не знаю, что это за параметр. Вот кто знает, напишите мне в комментариях, что это за ИКЛФ. Ну, что там, кстати, не Ф. С1 это продолжительный режим работы и подсоединительный размер дюйм. 1 дюйм. Вот. Теперь этот посмотрим насос. Ну, тут не написано, тут выбито как бы таким мелкими точками, чтобы так навести. Макс 90 литров в минуту. Объем подачи давления 35 метров, у того 40 было, но зато у этого еще больший объем подачи 90 литров. Макс максимальный всос 9 метров. Это он может брать с 9 максимум. Подсоединительные размеры дюйм на дюйм. Один мод, не знаю, что это такое. 230 вольт, 50 герц, 2900 оборотов, 0,75 киловатт. Одна лошадка. Итог вот здесь, видите, 4,8 ампера почему-то. Ин. А там было 2,6 ампера. Вот меня это интересует. Почему такая разница? Класс изоляция P54. Но я понимаю, что это лучшая здесь изоляция. Потому что вот здесь вот только 44. Это микрофарад конденсатор, 450 вольт. И вот это вот ИКЛ-Б. Здесь вот F, ИКЛ-F почему-то. А вот здесь вот B. Вот это тоже, я не знаю, что это такое. Если кто-то знает, то пишите. Так, теперь визуально. Визуально и на ощупь, если так можно сказать. Чем они отличаются. Во-первых, вот этот старый, он тяжелее. Реально тяжелее. Ну, килограмма так на 2, а то может быть и 2,5 даже. А вот тяжелее вот этот насос. И еще. Вот здесь вот, если смотреть вот это подсоединение, да. Вот видите, здесь такая толщина резьбы. И вот здесь. Насколько здесь тоньше. Ну, тут только 4 витка, а здесь целых 6. И так вот, если пальцем пощупать, ну, правда, вот тут дальше, где я щупаю, вот здесь вот, то толщина одинаковая. Что у этого, что у этого. Вот тут у него вот это только, где подсоединение, где резьба, вот здесь вот толще сделали. Вот эта часть толщая. Ну, и то. Дальше. Вот эта вот часть у него тоже подсоединение, этот флянец как бы шире. Вот это видите, насколько уже. Ну, китайцы понятно, они... Модернизация у них означает удешевление, облегчение, где можно сэкономить. Так, что тут еще отличается? Ну, вот эти вот тоже, как бы, перемычки между насосом, насосной частью, электродвигателем. Вот здесь уже немного, ну, в принципе, их хватит и этих. Вот. И сам мотор, ну, он не то, что уже. Вот если так посмотреть, он кажется, что вот этот уже за счет того, что у него меньшие ребра. Вот видите, да? Какое здесь ребро и какое здесь. Здесь ребро намного длиннее. Ну, то есть охлаждение будет, конечно, у этого лучше, выигрывает. Ну, вентилятор, крыльчатка, то же самое все, в принципе, похоже и очень. Ну, вот такие вот визуальные отличия. Потом я еще сделаю видео, когда я его поставлю, этот насос. Ну, там на работе поспорили, выдаст ли он действительно 80 литров и вообще сколько он выдаст. Вот это интересно будет, я думаю, многим. Правду ли они пишут. Ну, у меня ему работать просто, потому что я поливаю с речки. Он там поднимает, в принципе, вертикально, если взять, то меньше даже 3 метров. Там где-то 2,5-3 метра вот так вот по вертикали. По горизонтали, да, он прокачивает больше, но ему так не тяжело качать. Это где-то, ну, метров 20. Ну, что насос у меня стоит во дворе. А под дорогой прокопано под берегом, в берегу там прокопана сороковая полиэтиленовая труба с фильтром в речке. Ну, зачем мне туда насос носить? Насос стоит во дворе. Так вот, к самому интересному я сейчас хочу перейти. Почему? Как я обнаружил, что вот такой тип насоса будет качать даже с дырявым сальником. Протертым там или уже изношенным, или еще каким-то образом испорченным. Так вот. Ну, когда он у меня новый был, он качал нормально. В речке я поставил фильтр. Там такую намотал сетку на эту полиэтиленовую трубу. Все было нормально. Ну, где-то года через два, сезона через два, потому что я ее забираю на зиму, сливаю воду с системы, там, с трубы. Забираю домой. Он, ну, так ощутимо уменьшилось объем подачи. Ощутимо. И он стал вибрировать. Он стал прямо ездить вот так вот по плите, на которой он стоит, от вибрации. Ну, я понял, что что-то где-то забилось. И, наверное, рабочее колесо. Я стал его разбирать. И, ну, первый раз я ее разбирал. Я не знал, как они разбираются, что тут надо. Я думал, вот эта вот пластина между насосом и электродвигателем, она толстая. Я на нее надавил такой железячкой. И вот видите, вот здесь вот образовалась вмятина. Такая довольно-таки большая вмятина. Я думаю, видно ее. И она как раз возле сальника. Вот эта часть деформировалась. Ну, и потянула за собой сальник. Сальник стал негерметичный. Я его разобрал. Вот, стал искать причину. Вот это меня, кстати, расстроило то, что я сальник повредил. И думал, что он уже качать не будет. Но, когда я ее разобрал, потом выковырял с рабочего колеса вот такую вот жмень улиток. Маленьких, больших, даже такие были, как вот ноготь, вот такие вот размером. Ну, и там получается, что вход в рабочее колесо толстый, вот такой вот круглый. А выход с рабочего колеса, это такая узенькая щель по всему периметру колеса рабочего. Ну, такая, ну, миллиметра три, может быть. Очень узкая. И получается оно как бы клином там. Все, что туда попадает больше, толще вот этой щели, и не может оттуда вылить. И оно просто клином там забивается. И у меня там из всего этого рабочего колеса примерно, там было, оно поделено на 4 или 5 сегментов. Одно было, часть вообще забито улитками. Одна наполовину забито было. Ну, короче, поэтому, ну, пол колеса практически не работало. Поэтому он и стал вибрировать, ездить по бетонной плите. Раздолбались подшипники. И он стал очень шумно работать. Прямо визжать так, после того, как я его собрал. Ну, я, короче, прочистил это колесо рабочее, собрал все. О, ну, я даже не надеялся, что он будет качать и работать. Ну, что там заметно даже было видно невооруженным взглядом, что сальник поврежден. Даже место под сальник, оно так искривилось немного. Я думал, он работать не будет. Но, к моему удивлению, величайшему, я залил воду, включил его, и он стал качать. Он стал качать, а вот отсюда, отсюда, стала бить струйка воды. Вот. И там еще есть такая, как бы, шайбочка на валу. Я не знаю, видно ее или нет. Которая, ну, она крутится и разбрасывает эту вот воду, которая по валу поступала к шайбе, она и разбрасывает. Такой был фонтанчик во все стороны. Ну, небольшой, там много воды не уходило, но тем не менее. То есть, получается, что в этих насосах, самовсасывающих, в этом типе насоса, насосной части, вот этой конструкции, на сальнике не разряжение. То есть, он не подсасывает воздух, а наоборот, давление воды. Вот. Понимаете? То есть, вот такая вот интересная и очень, я бы сказал, правильная конструкция. Вот. Такую конструкцию насоса надо тому, кто придумал, дать премию. Вот. Что даже если сальник прохудится, насос будет работать, просто из подсальника будет литься вода. Там, куда она будет литься? Ну, чтобы оно не попадало сюда, я тут накрыл такой крышечкой осынковки кусок, чтобы она сюда не это, не попала. И он у меня после этого разбирания, я потом ее собрал тут на силикончик все, загерметизировал, все, ну, все работало. Еще у меня он три года, три сезона благополучно прокачал воду. Ну, правда, он шумел уже сильно, ну, чтобы подшипники были раздолбаны этими вибрациями. Вот. И так он проработал. И в прошлом году летом образовался конденсат. Не знаю, почему он раньше не образовывался. На крышке вот с нижней стороны, потому что я потом смотрел, там были капли висели. Оно капнуло сюда, вот. И там много воды не надо. Оно, короче, коротнуло, зашипело. Утром при включении, после ночи, потому что я стараюсь ночью поливать, вечером. Вот. И, наверное, из-за того, что мотор был теплый, а ночь холодная, здесь образовался конденсат. Ну, короче, мотор сгорел. Перематывать его я не увидел смысла. Поэтому купил вот такой. Ага, сколько еще обошелся мне этот новый насос? 1300 гривен. Вот. Если кому-то это интересно, кто-то думает покупать. Это даже с доставкой. Там акции сейчас в связи с этой пандемией. Вот. И они мне даже бесплатно прислали. Из Харькова. Да, по-моему, из Харькова. Вот. Вот такой вот насосик. Поэтому я взял такой же самый. Ну, не вижу смысла переплачивать за эти педролы, всякие фирменные насосы. Ну, он стоит в три раза дороже. А принцип действия у него практически все тоже. И работать он... Если вот этот вот не педрол, а этот вот тайфу какой-то непонятный, вообще неизвестная марка. И он проработал у меня 10 лет. Даже в таких условиях и с такими издевательствами, как я с ним делал. То, если этот столько проработает, то я буду очень и очень рад. Не надо мне никакая педрола за 5000. Вот. Ну, вот такой вот обзорчик насосика. Если у кого-то что-то есть, какие-то соображения, опыт по установке таких или использованию, то пишите. А, и что я еще решил? Теперь, чтобы вот этот вот не забилось опять у меня этот новый насос. Теперь я кроме фильтра, который стоит в речке, я еще поставлю перед самым насосом. Вот здесь вот как-то придумаю сделать фильтр. Ну, еще толком не знаю как. Если кто-то может такое делал, то пишите, подсказывайте мне. Вот, вот здесь вот, где-то вот здесь. Ну, что получается так, что с этими улитками, организмами вот этими вот вредными, ну, для меня, для моего насоса, так вышло, что они, я так понимаю, что через сетку они не могли проникнуть. Я так думаю, что они размножаются какой-то икрой, мелкой очень, которая попала через сетку дырочки фильтра. Потом они прилепились к трубе всасывающей. Там труба у меня сороковая, жить там места хватает. Вот, и они там жили, развивались, пока подросли до определенного размера. Я же говорю, там всяких я улиток выковыривал с рабочего колеса. Разных калибров, диаметров. Потом они оторвались, ну, это я так думаю, от этой трубы. И засосались в насос. Вот, ну, вот это единственное у меня пояснение есть, откуда они взялись в рабочем колесе мотора. Больше так я не знаю. Поэтому, если будете поливать с речки, делать, устанавливать водоема, какого-нибудь ставка открытого с улитками и со всякими мерами, обязательно поставьте даже перед самым насосом фильтр, чтобы вам потом ее не пришлось разбирать, чистить. Вот, и избежать многих-многих проблем. Ну вот, вроде бы все я сказал по вот этому. А, еще забыл сказать, что это называется тип насоса, насоса самовсасывающие. Вот, ну, достаточно залить вот через эту пробку, там, воды. Вот, тут скручивается вот такой вот фитинг. Вот, а сюда заливается вода. Сюда довольно много воды входит, около 3 литров. И за счет этого объема воды он выталкивает, высасывает отсюда воздух, выбрасывает, а закачивает воду. Вот, вот так она работает. Ну, много преимуществ у такого типа насосов для полива мне лучше и не надо. Он мне очень понравился. Вот, ну, еще, так, из отличий я сказал, по весу отличаются. Вот, еще вот тут, кстати, пробка. Здесь вот, она тоже латунная, но вот здесь вот шайбочка латунная под пробкой. А вот здесь почему-то уже резинка. Я так понимаю, резинку дешевле поставить. Ну, китайцы удешевляют все, что могут. Тут кабель шел, настраивайся. Кабель шел в комплекте, подключенный все с вилкой. А здесь вот мы видим, да, такой вот обрубочек сантиметров 10 и 3 проводка. Вот, тоже сэкономили и на этом. Придется перекручивать эту вилку. Вот, ну, вот такой вот обзорчик. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Советуйте мне по фильтру вот здесь, с чего бы его сделать. Я думаю, сделать ее труба в трубе. Взять более толстую полиэтиленовую трубу, туда меньшую через фитинги. Как-то так, думаю, пока что. Но еще точно не знаю, как я это сделаю. Но надо обязательно перед этим насосом, если с речки поливать, то обязательно надо перед насосом ставить фильтр. Иначе, вон, опять там будут улитки и всякие микроорганизмы. Ладненько. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok